Этот род войск появился в нашей стране в конце 20-х годов, а первый бой с участием десантиков состоялся в Средней Азии. Чуть позже идею сбрасывать солдат прямо на голову противника позаимствовали и другие государства мира. Многие анапчане прошли эту школу дяди Васи, и никто не пожалел о своем выборе. Ильдар Гагаркин служил в 217-м полку 98-й дивизии в городе Иваново. За плечами более двух десятков парашютных прыжков. 22 прыжка. 20-й прыжок был, можно сказать, помягче, не очень удачный. Залетел с тропы. Вроде осмотрелся. Никого поблизости не было, но проморгал. И, слава Богу, все вошлось. А у Льва Роткевича своя история. Карьеру в ГДВ он начал в далеком 88-м году, когда на срочной службе попал в республику Афганистан. Там же познакомился со своим будущим другом, с которым дружит уже почти 30 лет. Я родом с Екатеринбурга, небольшой городок уральский. Под Екатеринбургом. У нас как бы традиция в городе. Одни уходили, другие приходили на замену. Уральские парни сильны духом, как говорится. Тем более тогда начался Афган. Я вот сам в Афган попросился после полугода учебки в Прибалтике. Сержантская школа и потом Кабул. Вот познакомился парень с Москвы. Прошли практически всю службу бок о бок. И вот через 30 лет встретились. У каждого, кто служил в воздушно-десантных войсках, своя история. Но одно их объединяет. Это настоящее братство, которое прошло одну школу жизни. А голубой берет – постоянное напоминание о том, что бывших десантников не бывает. Этот праздник очень важен. Почему? Потому что десант всегда на страже Родины. И хотя бы раз в году десантники должны отрываться. Это не в смысле, что бухать и купаться в фонтанах, а вспоминать товарищей, былые времена. Человек, который служил в настоящих воздушно-десантных войсках, а не где-то на точке, тушенку, грубо говоря, кушал. Он действительно проходит очень серьезную школу подготовки. Не обязательно мастерства подготовки, духа, выносливости, взаимовыручки. То есть очень большой комплекс, который делает настоящий мужчина. Военнослужащих всех поздравляю в этот прекрасный день. Желаю вам побольше звезд, отчизны нашей, защищать нас, женщин, матерей своих, ну и нашу Родину. Большое вам спасибо за ваши героические подвиги, за то, что вы нас сохраняете, за то, что вы служите. По случайному стечению обстоятельств главные фонтаны города в эти дни закрыты на техническое обслуживание, плановая очистка фильтров и дезинфекции чаш бассейнов. Впрочем, один фонтан недалеко от центра культуры Родина работает в полную силу, но купающихся в нем десантников замечено не было. Руслан Душевский, Анапа. Регион.